В эфире Наульского телевидения итоговый выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Прием граждан в новом формате прошел в Ямодинском сельском поселении. С сельчанами встретились глава администрации района Ильшад Вазегатов и руководители разных служб района. На какие темы состоялась беседа, смотрите в следующем материале. На межведомственном совещании обращение вопроса сельчан выслушали представители нефтяной отрасли, дорожной и газовой служб, здравоохранения. Вопросов у жителей Ямодинского сельского поселения накопилось много. У личного приема главы администрации района, совмещенными с другими руководителями предприятий района, цель была одна – постараться сдвинуть наболевшие проблемы с мертвой точки. На каждый вопрос руководители старались ответить максимально доступно. В дополнение к каждому выступающему Ильшад Вазегатов давал свои пояснения. Жителей деревни Андреевка интересовал вопрос газификации. Запах есть, а газа нет, невесело шутят они. Начальник Кенаульского филиала акционерного общества «Газсервис» подробно проанализировал эту ситуацию. «Проектирование на 20-й?» «20-й, 22-й годы». «То есть еще на расстоянии?» «Ну, по этапу, проектирование?» «Да, расстояние протяженности газопровода 9,8 километра». «Между тремя?» «Да, между тремя. А деревья?» «Это с установкой ПГБ, регуляторных, так называемых. А внутри населенных пунктов уже будут газифицироваться за счет выезд программы». Также Альмир Мусин рассказал, что есть категории граждан, льготники, которые имеют право на получение сертификата для газификации дома. Попасть в программу «Газпрома» нелегко, но возможно. Для этого нужны предварительные заявки, объяснил он. И попросил жителей, чтобы они не работали с теми организациями, у которых нет лицензии. Еще жители Андреевки беспокоят запах попутного газа с нефтяных установок. На этот вопрос попытались ответить и нефтяники, и представители Роспотребнадзора. «По замерам, проводим замерам, решение капитал-каза организации». «Она сижу и делаю выводы. В общем, в принципе, можно поднимать вопрос, если это постоянный вопрос из-за населения, мы не долим его точку на какое-то определенное время». «Мы не можем в отношении компаний, которые подошли отец, какие-то группы не имеют». «Администрация называет какой-то контроль, премиум, постоянный, на определенный промежуток премиум для того, чтобы убедиться, и самим убедиться о том, что существует какая-то опасность, или не существует, для принятия корректирующих мероприятий. Я думаю, что мы совместно отработаем и придем к какому-то решению». На вопросы по здравоохранению ответил главный врач района Мурат Авзалов. «Круглосущественного стационара здесь нет. В 323-й федеральный закон говорит, что круглосущественный стационар может быть в больнице, не в средствовратительном лаборатории, а в больнице, где есть круглосущественное учительство врачей, терапевтов, аниматологов, где есть эмоциональные колики, круглосущественная лаборатория, круглосущественная диагностика и иные специальности. Это федеральный закон. Обойти мы его не можем. У вас здесь раньше были круги сельскохозяйственного ухода, это круги социальные, не лечебные. Теперь таких в системе здравоохранения нет, и поэтому ни в прогрессе, ни в Ртауле, ни в Ямадах у вас лучшего стационара не будет. Это нарушение федерального закон. Я понимаю, что будут другие времена, были другие законы, были другие. На сегодняшний день у вас, собственно, стационар не будет. Мурат Авзалов обратился встречной просьбой к жителям Ямадинского поселения о том, что медосмотры и диспансеризацию нужно проходить вовремя и желательно по своему адресу. Итоги встречи с населением в таком формате подвел глава администрации района. Я считаю, что такой формат общения он эффективен. даже в том плане для того, чтобы один и тот же вопрос, который касается жителей населенных пунктов, ни одного личного там подворья разъяснения. И здесь я считаю, что диалог получился, тем более адекватные люди слушают. Я всегда благодарю и судьбу, и людей за терпельность и терпеливость при обсуждении вопросов, которые годами не решаются. В частности, здесь газификация деревень. Андреевка, Югомаш, Салихова. При мне только 10 лет мы этот вопрос просто не можем до логического завершения довести. Но, тем не менее, есть населенные пункты, где мы пробили, сделали, решили. И здесь терпеливо, пока люди ждут объяснения, слышат. Ну, критерии некоторые наши не всегда сходу соответствуют. То есть, это маленькие населенные пункты, относительно количество желающих подключиться, не дает возможности сходу решать. А по части дорог мы об этом пишем, говорим, и когда уже напрямую объясняем, какие проблемы имеем, и объясняем перечень выполненных работ уже в преддверии, ну, люди слышат, понимают. 14 ноября в сельском клубе села Рабак собрались не без инициативные жители сельского поселения Сандугачевский сельсовет. Встреча прошла в рамках программы поддержки местных инициатив. Жителями было предложено несколько проектов, но благоустройство территории кладбища оказалось в приоритете. Служба участковых уполномоченных полиции занимает одну из важных позиций в системе органов внутренних дел нашей страны. Ее сотрудники работают на закрепленные за ними территории и ближе всех знакомы с проживающими на ней. Они проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. Именно специалистам, которые защищают право граждан на выверенных им участках, оказывают помощь в решении проблем, способствуют укреплению правопорядка и посвящен профессиональный праздник 17 ноября. Традиционно утро отдела участковых уполномоченных начинается с оперативного совещания. Здесь они обсуждают задачи на день и общий объем проделанной работы, после чего каждый из сотрудников отправляется либо на свой участок, либо обрабатывает информацию в отделе. На сегодняшний день у меня личный состав 14 человек участковых, около 70 процентов у меня личный состав молодой, в среднем 25-30 лет всем, то есть 2 года, 3 года всем. Я сам тоже недавно только назначен на эту должность руководящего в нашем подчинении. Значит получается 6 участковых у меня находится в районе и 8 в городе. На сегодняшний день 2 человека, не комплект, но мы берем, подбираем людей, ищем, то есть адвокатные места есть. На сегодняшний день около 5 тысяч было сообщений, заявлений, где из них 1500 где-то рассмотрели личный состав участковых, где есть среди них 85 преступлений выявлено участковыми, то есть в возбужденных уголовных делах разной категории, разных тяжестей. Из них направлено около 70 дел в суд, где привлечены люди к ответственности. Все сообщения, конечно, у нас выезжает участковый, самый первый, на свой участок, на свой административный участок, на своем административном участке, сам начальник отдела, как скажем, у каждого свой участок, свое население, у каждого есть подучетные элементы, состоящие у нас на учете в ОВД. И, конечно, у нас по всем категориям, которые проходят, они ежедневно проходят профилактический обход, рейды, выявляют и административные правонарушения. На сегодняшний день личным составом мужского выявлено более 500 административных правонарушений по различным статьям, где привлечены либо административными штрафами, либо административными рейдами, а также обязательными работами. Ежедневно мной ставятся задачи об обходе по квартирный, по дворовой обход с населением для ознакомления, раздачи визиток, о том, что он ваш участковый, о том, что каждый житель города и района знал своего участкового. Также профилактические мероприятия по недопущению чрезвычайных происшествий. То есть у нас в данный момент идет очень большой рост мошенничества, где у нас в основном категория лиц – это пожилые. Из этого разъясняем, разъясненную работу ведем, чтобы не передавали деньги по счетам, по номер картам не передавали. Лучше бы сами шли в банки и решали свои вопросы, и не пускали посторонних лиц, чтобы не было совершенно в отношениях краж, разбоев, крабежей. На сегодняшний день по выявленным преступлениям могу отметить участкового Адыева Великана Фрезидатовича Лукьянова Дмитрия Динаровича, у которого на сегодняшний день по итогам 10 месяцев выявлено более 10 преступлений, более 100 правонарушений. То есть у нас ежемесячно идет анализ, кто сколько работал, кто как работал. Помимо выполнения основных должностных обязанностей, два раза в месяц участковые проходят физическую огневую подготовку. По нормативам в течение 10 секунд они должны произвести 4 выстрела с максимальной точностью попадания. У каждого сотрудника свой именной пистолет. Табельное оружие в конце дня сдается в специальную комнату. Несмотря на непростую работу, участковые о ней отзываются как об интересной и важной деятельности. В органах я с 2005 года в должности участкового, полномоченного с 2017 года. В принципе, служба участковых, основная работа – это работа с населением. И население разной категории, как говорится. Бывают люди разные. И бывают неадекватные и адекватные, как говорится. И ко всем нужен различный подход. И как бы наша работа, как и психолог, потому что с людьми надо. Каждому человеку нужен отдельный подход. В принципе, работа хорошая. Работа с населением. И как бы надо заслужить доверие у населения, чтобы люди обращались. Как бы, чтобы знали, что можно обратиться, что не, так сказать... Главное, чтобы доверие было у населения, чтобы обращались к сотрудникам, с любыми вопросами. К тому же, как психолог, уже к каждому человеку свой подход. Уже по обстановке уже реагируешь на человека. В каждой ситуации разная обстановка бывает. И реагировать тоже по-разному приходится. Ну, бывает то, что домой поздно возвращаешься. Иногда и ночью уезжаешь на работу. Бывают случаи такие. Ну, жена, семья относится с пониманием. Участковые полномоченные полиции имеют широкий круг обязанностей. Они занимаются составлением административных протоколов, выявлением и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан. Поддержанием порядка во время проведения праздников и мероприятий принимают участие в рейдах и по квартирных обходах. Не каждый сможет служить в этом отделе. Однако их каждодневный труд это во многом залог спокойствия и безопасности каждого из нас. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. С началом отопительного сезона в нашем районе проводится профилактическая операция «Отопление». В осенне-зимний период вопрос пожарной безопасности особенно актуален. Часть пожаров происходит по причине перекала печи. В рамках этой операции проводится обследование жилых домов. Особое внимание при этом уделяется семьям с маленькими детьми. В доме семьи Галиахметовых сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы и комиссии по делам несовершеннолетних уже не в первый раз. При первом их посещении был выявлен ряд нарушений. К следующему приходу комиссии глава семейства их устранил, стараясь учесть все предписания и сделать свой дом максимально безопасным с точки зрения пожарной безопасности. Хотя старенький дом внимания требует много. Провода менял на кухне. Щитовые закрыл крышками специально. В печке дымоходов почистил. Почистили женой уж вместе. Жена тут в печку. Я дымоходы. В бане. Провода проводили. Воспитываю двоих детей. С нами они живут. Маленькие пять лет. Старшие одиннадцать. Она в школе учится. Маленькие в садик ходят. При проверке особое внимание уделяется печному отоплению, стоянию дымоходов, газовых плит, электрической проводке. Проводится обучение жильцов мерам пожарной безопасности. В том числе родителям вновь напоминают, что растопку печей не должны проводить дети. Где в данный период именно начинаются пожары по причинам таких как нарушение правил эксплуатации отопительных печей, газового оборудования, нарушение, а также электрообогревательных приборов, где зачастую граждане перегружают электрические сети различными электроприборами. И данные причины пожаров являются актуальными на сегодняшний день. Данными проверки будут охвачены максимальное количество жилых домов. В нашем районе профилактических групп 19. В каждом сельском поселении и городском поселении есть ответственные люди, которые занимаются профилактической работой в данных жилых домах. При обследовании данных домов системы отопления мы также смотрим, оборудовано ли данное жилище автономными пожарными извещателями. Если же она оборудована, то мы проводим контроль, смотрим исправно или неисправно. Если неисправно, то уже будем принимать меры. Если же данного извещателя нет, то мы предлагаем жильцам установить данный извещатель. Так как практика показывает, что данные установленные извещатели пожарные, дымовые, автономные, они спасают реальность жизни наших граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По республике уже где-то больше 290 человек было спасено в результате срабатывания извещателя на начальной стадии пожара. Операция отопления продлится до конца сезона и несет с собой главную задачу – предотвратить возможную беду. Гульнара Сиддикова, Айас Хабибуллин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Муниципальный этап конкурса «Трезвое село» продолжается. Принять в нем изъявили желание все 18 сельских поселений нашего района. Одним из таких сел является Старый Варяж, где и прошло очередное мероприятие. В этот раз жители села вместе со школьниками собрались в школе. Почетными гостями мероприятия стали заместитель глава администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиарова, заместитель председателя культурного центра Удмуртов Станислав Набиуллин. Гаухар Миндиарова ознакомила сельчан с требованиями конкурса. Рассказала, какими баллами будут оцениваться мероприятия, проводимые в данной местности. Помимо мероприятий нужно вести просветительскую работу с населением, направленные на прекращение и отказ законной продажи спиртных напитков хотя бы во время конкурса. Также будет оцениваться информационное сопровождение, публичная активность, распространение информации в средствах массовой информации и социальных сетях. И, конечно, в период муниципального этапа мы отбираем победителя и направляем еще документы на республику. В республике это будет представлять, ну, может быть, один или два, будем отселять те учреждения, те села, которые уже, ну, по каким-либо причинам набрали меньше баллов. Ну, вот такой конкурс интересный. Я желаю вам придачи. Во всех этих лидерях, пожалуйста, учитывайте и старайтесь побеждать. Мы за вас будем болеть, как в прошлом году. Весь район за вас болел. У вас большой огромный опыт, поэтому вообще нет сомнений. О том, какие мероприятия проводятся в Старо-Варяжском сельском поселении, рассказала глава администрации поселения Эльза Минликузина. Ознакомила также односельчан целями и задачами проекта. Я думаю, по всем критериям мы подготовлены, будем бороться, хотя и соперники очень такие сильные. Ну, думаю, в какую-нибудь номинацию все равно попасть, охота бы попасть, показать свою работу, как новичок в этом деле, все равно охота показать свою работу. Ну, работа, она повседневно ведется по этой теме. Проводим сходы, все равно на любые темы разговариваем, беседуем, все равно эта тема всегда затронута она. И у нас нет таких семей, чтобы они были лишены родительских прав. И нарушителей правопорядка нет. Ну, я думаю, это у нас благополучное поселение такое. Ну, не дай Боже, чтобы я сглазила. Все равно надо народ сполочить какое-нибудь мероприятие. У нас последнее мероприятие было такое задорное, 2 ноября мы провели. И снег пошел, такой ветер сильный был. Ну, такая игра, такая, такое оживленное мероприятие было. Там и старые, и молодые, и падали, и смеялись по всю. Так интересно было, и всем понравилось. Вот они так дружно. Вот надо было провести вот все такие мероприятия на таком уровне, чтобы, говорит, народ был сполоченный и видел свои труды как бы. При участии в конкурсе «Трезвое село» будет учитываться не только праздники, но и различные обращения лидеров, активистов в социальных сетях, демографические показатели, также численность трудоустроенных граждан. К этому конкурсу школьный коллектив тоже относится серьезно. Очень часто проводятся встречи, агитбригады, игры. Ежегодно в сентябре месяце как по району, так и у нас проводится День здоровья, где участвуют все наши дети, участвуют даже учителя. Это все у нас происходит в спортивной площадке. Дальше у нас проходят классные часы по трезвому образу жизни, в виде трезвого образа жизни, в виде здорового образа жизни. Если вот так сказать, что на самом деле вот сельское поселение и колхоз у нас проводят очень много мероприятий, посвященных именно введению здорового образа жизни. В Новый год у нас перед Новым проходят общие соревнования по волейболу, где участвует вся молодежь. Участниками являются работники парка, специалисты, учителя, учащиеся. Вот это все мероприятие у нас спонсирует колхоз. Шахматные турниры проходят, вот сейчас у нас внеурочные мероприятия начались, именно шахматы включили, вот по ним тоже шахматы проходят. И большое такое спортивное мероприятие проходит, приверченный к Масленице, где тоже вот эти народные игры, спортивные игры, где тоже участвует практически все население, участвуют в том числе и наши дети. Деловая игра «Сток одному» тоже была посвящена на тему трезвости и здорового образа жизни. Показали игру вместе с учителем русского языка ученики седьмых и восьмых классов. В процессе игры каждый из игроков рассказал, что для него значит здоровый образ жизни. Снова музыка и громкие аплодисменты звучали в зале школи искусств вечером 12 ноября. А в этот раз на сцене выступали невоспитанники музыкальной школы. Шесть семей приняли участие в районном конкурсе «Молодая семья». Каждая команда подготовила на соцжюри свою шижере, где рассказывалось об истоках данной семьи. Также участниками конкурса была подготовлена интересная выставка кулинарных талантов. На сцене семьи постарались рассказать свою историю интересно и красочно. Семье Бикузина в этом помогли и воспитателю маленького Стёпы. Театром Тене они показали, как мы познакомились, как зародилась наша семья, как образовалась. Вот это самое начало образования семьи и дальше уже пошло раскрытие. Это всё их идея. Очень хорошие у нас воспитатели, у нас младший сын ходит в восьмой садик. Скорее всего, вместе принимали решение участвовать в этом конкурсе. А так как мы защищаем честь восьмого садика «Гвозички», то воспитатели нам помогали. Тимешины подошли к этому заданию с юмором и в маленькой сценке смогли показать, насколько они дружные и сплочённые. Молодцы! Молодцы! Детям моим. Самое сложное, наверное, было, во-первых, говорить моего мужа, выступить в конкурсе, но мы с этим справились, я думаю. Выступали мы все четверо. Вроде и не артисты, потому что подготовиться надо было. Дети, они хорошо отнеслись. У меня сын какой-то артистичный мальчик, ему вот энергию некуда девать. Он соглашается очень быстро, всё это делает, ему нравится выступать очень. В жизни главная семья. С этой песней Ахмедхановы попытались донести главную мысль до каждого зрителя. При подготовке к данному конкурсу узнали очень много интересного, признаются Токмаковы. Дерево вместе сами делали, узнавали родственников, хоть узнали, да, в каком году родился, чем занимались. Очень поддержка хорошая, жюри тоже подходило, узнавали наши, спрашивали, интересовались. Семья Сайфулиных тоже подошла к этому конкурсу творчески. Они показали своё первое свидание. В детском конкурсе «Я будущая звезда» маленькие члены семьи показали свои таланты. Братья Сайфулины показали актёрские данные, Илья Ахмедханов рассказал стихотворение, а Юстина и Всеволод Тимершины подготовили танец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было не тяжело, за 4-3 дня выучили. Учили танец Инна Графодина из 10-го садика. В 10-й садик мой братик ходит. Мы там учили, учили и наконец-то выучили. На сцене страшно было немного. На третьем этапе конкурса семьи должны были показать национальный обряд. Здесь учитывалась зрелищность и оригинальность выступления. Зрители смогли посмотреть русские, татарские, марийские обряды, также несколько удмуртских обычаев. Игры на лугу показала семья Ахмедхановых. Принятие чести в конкурсе глава семейства обдумывал долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он согласился сразу. Я потом у него спрашиваю, ты, говорю, уже прочел положение? Узнал, что там, какие конкурсы, какие требования? Нет, так ты, говорю, почитай. Он как узнал, он говорит, а мы, говорит, сумеем? Вот с таким лицом я говорю, ну раз, говорю, мы подписались, значит, мы сумеем. Моя семья в таком конкурсе участвует первый раз. Первый раз участвует. И, в принципе, вообще сама подготовка, конечно же, была кропотливая, трудная, потому и узнали мы за неделю назад, неделю назад только узнали. Но помог мне очень, этот коллектив хорошо помог. Поддержали и с номерами, и с ШЖР тоже, и с уголком все помогли, вот коллектив. И родственники тоже помогли, и поддержали тоже. Поддержал коллектив мой с деревни, с родной деревни, удмуртский коллектив. По итогам конкурса ШЖР, член жюри, председатель исполкома Башкирия-Наульского района Рафаэл Яхин, поздравил команды и вручил каждой памятные сувениры. Членом жюри данного конкурса «Молодая семья» я являюсь впервые. И что бросается в глаза – это организованность семей, взаимоотношения между членами семьи, супругами, насколько все-таки дружные, крепкие у них семьи, а дети очень артистичные, энергичные. Вот то, что действительно участвуют мужчины, это же говорит о сплоченности семьи. И то, что мужчины пришли участвовать в этом конкурсе – это здорово. По итогам всего конкурса Баранцовых жюри назвало самой дружной семьей. Так Макову были удостоены звания «Самая творческая семья». Самой спортивной жюри признала семью Микузиных. Третье место было присуждено семье Тимиршиных. Второе место завоевала семья Сайфулиных. Первое место жюри присудила семье Ахметхановых. Группа поддержки семи победителя жюри тоже наградила специальным призом. Международный день логопеда отмечается в России 14 ноября. С каждым годом растет число детей с нарушениями речи, устной и письменной грамматики. Поэтому многие родители стараются обратиться к специалистам в этой области как можно раньше. За несколько занятий с логопедом у маленького Мурата уже появился прогресс произношений звука «Л». В этом ему помогает логопед реабилитационного центра «Любовь Акулова». С каждым учеником она занимается отдельно. В работе она использует специальные книги, скороговорки, языковые упражнения. За все время своей работы она помогла многим янаульцам исправить произношение проблемных звуков. Мы уже ходим, так скажем, второй раз. В прошлом году ходили, в этом году каждый курс – это 10 дней. Многие родители также считают, что это пройдет со временем, но я думаю, что необходимо все равно обращаться профессионалам. Именно за последние 10 дней, которые мы уходим, уже и ребенок начал лучше говорить слова, а также уже начал быть более общительным. Она помогает родителям, то есть методическими рекомендациями, инструкциями, то есть после того, как проходит курс лечения, родители могут сами продолжить уже по тем рекомендациям, которые дает педагог, мы можем дальше развивать у ребенка речь. В основном Любовь Акулова работает с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Чтобы проще было вовлечь детей в занятия, она проводит их в игровой форме. К каждому ребенку она находит индивидуальный подход в зависимости от возраста и проблем с речью. Если, например, дошкольного возраста брать, то начиная с 4-5 лет, уже более такая получается продуктивная коррекционная работа, уже детки сами стараются, они хотят заниматься, хотят исправить свои звуки. И если мы им говорим, например, мы начинаем тренировать наш язычок, делаем артикуляционную гимнастику, то они активно могут повторять. Если младше 3-х лет, то там идет больше подготовительная только работа. Мы развиваем пальчики, мелкую моторику, мы поем песенки какие-то простые детские, чтобы дети улавливали ритм, темп, могли услышать. Но более продуктивная работа – это идет старший дошкольный возраст. Еще бывает такое, что бывает нарушен фонематический слух. То есть ребенок не слышит, какие звуки он произносит. И если он не научится это различать, то потом это переходит в письменную речь. То есть как слышим, так и пишем потом. И вот получается, что из дошкольного детства переходят в начальную школу эти ошибки, пишутся неграмотные диктанты. Легче всего заниматься коррекцией звукопроизношения и коррекцией вообще речи в дошкольном возрасте. Потому что еще не закрепились стереотипы речевые. То есть ребенка легко перенастроить на другое произношение, например. Чем старше, тем сложнее. Ребенок может понимать, что вот он говорит неправильно, что надо вот здесь в кабинете у логопеда он может сказать правильно звуки, но выйдя на улицу, встретив своего друга, он может разговаривать по-прежнему. То есть все эти нарушения как бы могут сохраниться. А чем младше, тем быстрее они и в кабинете учатся правильно говорить, дома закрепляют с родителями и уже потом везде так правильно начинают разговаривать. Есть такое выражение – ум ребенка находится на кончиках его пальцев. То есть мелкую моторику нужно развивать больше с малых лет, тогда дети будут разговаривать лучше. С этой фразой, пожалуйста, согласятся все логопеды. Цульфия Юсупова, Нил Сафин, Служба новостей Янаульского телевидения. Детский сад «Родничок» в очередной раз на свой праздник пригласил гостей. Ими стали родители, бабушки, дедушки и не только. На большой семейный праздник были приглашены председатель исполкома Крултая Башкир Янаульского района Рафаил Яхин и председатель культурного центра Удмуртов юрист Саидов. Праздник начался с выступления детей. «Мой Башкортостан, нет рай родней, светлый уголок Родины моей. Мой Башкортостан, нет рай родней, светлый уголок Родины моей». Сказочные персонажи из народных сказок тоже посетили мероприятие. У Батера Азамата погас семейный очаг. Он попросил помощи у хозяек гор, рек и озер, но они не смогли помочь ему. Тогда на помощь Азамату пришли семь семей. Каждая из них познакомилась со своей родословной, рассказала, чем занимались их предки. Леяна Шугаепова рассказала про родственников по маминой линии. «Мы информацию свою уже достаточно давно узнаем, то есть мы обновляли просто уже свое генеалогическое древо, уточняли факты, уточняли имена, потому что по записям одни, то есть родственники запомнили другие, потому что им предки говорили совершенно другие имена, то есть расхождение именно было в уточнении. А так материал мы собирали достаточно давно, потому что связь поддерживаем очень долго со всеми родственниками и вот стараемся, чтобы все факты, которые мы находим, напечатать на бумаге, увековечить и передать уже более молодому поколению. Семь поколений должен человек знать своих родственников, но мы углубились и вот, когда представляли уже свое генеалогическое дерево, поняли, что Таира у нас занимает десятое поколение со стороны прабабушки. И вот буквально вчера мы позвонили в деревню и поняли, что у нас еще очень много родственников, то есть мы уже не смогли вымесить их на своем генеалогическом дереве, который подготовили, и вот хотим уже сейчас расширяться. То есть, конечно же, обратились в первую очередь в первоисточнику, реквизским сказкам, потому что там все-таки можно найти своих предков, то есть, если достоверно изучать, обратились к своим родственникам, то есть самый большой материал отдали нам наши родственники. Семейные праздники в детском саду «Родничок» проводятся регулярно, и активные родители здесь приветствуются. В этом году мы решили возобновить традицию проведения праздника «Шежире-байре». Многие семьи с удовольствием откликнулись, потому что, мне кажется, это очень интересный процесс узнать свою родословную, узнать своих предков, узнать традиции своей семьи, которые шли издревле. Детям тоже самим интересно. В первую очередь это носит воспитательную функцию. Сегодня в нашем празднике принимают участие семь семей разных национальностей. Наша Башкортостан – многоциональная республика. И вот как раз самые яркие представители, самые многозначительные народности сегодня принимают участие в нашем празднике. «Подарок предков – это наша жизнь. Сохранение доброй памяти о них – наша благодарность». Именно эту мысль пытаются привить воспитатели детям с я сильного возраста. Таковы новости уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова